Канал GT-класс, с вами Андрей Щетников. И я подумал, что в свете вчерашнего ролика про изменение энергии Луны за счет приливных взаимодействий имеет смысл обсуждать и более простую задачу из области космонавтики, которая формулируется так. Так, пусть какой-то космический объект выведен на околоземную круговую орбиту и ставится задача перевести его опять же на круговую орбиту, но более удаленную от Земли. Ну и вопрос, каким образом выполняется этот маневр? И отвечая на этот вопрос, мы, будучи физиками, будем обсуждать, что там происходит с его энергией. Ну и действие это выполняется, в простейшем случае, в два шага. Корабль движется по орбите и в какой-то точке орбиты На относительно небольшое время включается двигатель Сказать, нарисуем это вылетающую струю Двигатель разгоняет корабль в направлении, в котором он уже двигался. Ну и происходит в результате вот что Корабль, если ему сообщить подходящий импульс, переходит на вот такую эллиптическую орбиту Я нарисовал ее половинку, давайте я и вторую половину нарисую этого эллипса Не очень аккуратно, правда, получается Значит, мы корабль в этой точке разогнали Его кинетическая энергия увеличилась Дальше корабль удаляется от Земли Его потенциальная энергия увеличивается Кинетическая энергия растет, он движется все медленнее и медленнее Ну и в конце концов достигает вот этой точки, в которой нужно совершить переход на круговую орбиту Что здесь нужно сделать? Ну, мы понимаем, что если бы корабль сейчас Как бы никаких действий не предпринял Он ушел бы обратно вниз по этому эллипсу Ну вниз, в смысле, ближе к Земле Опять же, его потенциальная энергия стала уменьшаться Уменьшаться, а за счет этого кинетическая энергия расти А чтобы корабль остался на круговой орбите Надо совершить, так сказать, нарисую двигатель, снова заработал Еще один толчок И еще увеличить скорость корабля Так, чтобы теперь эта скорость соответствовала вращению по круговой орбите Итак, снова Имелась какая-то скорость Мы ее увеличили, перешли на эллипс Пока двигались по эллипсу Скорость уменьшалась Уменьшалась кинетическая энергия А потенциальная энергия увеличивалась Потому что корабль удалялся от Земли Теперь нужно совершить еще один толчок Значит, мы снова должны увеличить кинетическую энергию корабля Чтобы она соответствовала движению не по эллиптической орбите А по круговой Маневр завершен Но если бы зачем-то нужно было бы спустить корабль С высокой круговой орбиты на низкую Надо было бы те же действия проделывать в обратном порядке Притормозить корабль Значит, соплом вперед направили Скорость уменьшилась Он сошел на эллиптическую орбиту При этом его скорость увеличивается Поскольку корабль приближается к Земле Падает на нее Теперь нужно придормозить еще раз И перевести корабль на круговую орбиту Ну вот, собственно говоря, все Спасибо вам за внимание И до новых встреч Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!